Семинары, рабочие встречи, комиссии, мониторинги на предприятиях, форум для усовершенствования системы охраны труда в областном центре много. И неудивительно, именно этот вопрос находится на особым контроле. И подтверждение этому статистика. В текущем году, к сожалению, уже произошло шесть несчастных случаев. Но самое главное, мы по первому кварталу достигли того, что в состоянии алкогольного пьянения у нас ни одного несчастного случая не произошло. Это уже результат. Второе, самое главное, мы достигли уже по первому кварталу, что в смертельных случаях без соблюдения или несоблюдения мер безопасности не произошло. В смертельных случаях ноль. Это тоже немаловажно. Я считаю, это уже результат. То есть, говорит о том, что мы уже сработали на предупреждение. Такому результату способствуют не только семинары и профилактические работы. В городе над Бугом активно работают мобильные группы. За первый квартал они провели 23 выезда, проверив 50 субъектов хозяйствования, выявив при этом 1027 нарушений. Благодаря таким мониторингам, а именно оставленным рекомендациям, наниматель может оперативно принять необходимые меры, чтобы исключить производственный травматизм. Только разносторонней профилактикой можно повлиять на снижение уровня производственного травматизма. А в этом задействованы все, прежде всего, наниматели, их службы охраны труда, горисполкомы, общественные организации, профсоюзы, ну и, конечно, все государственные надзорные органы участвуют в профилактике производственного травматизма. Очень большую пользу оказывает мобильная группа горисполкомов. Вот я вчера был сам на мобильной группе, мы проверили несколько организаций города Бреста, выявили более 90 нарушений, и я считаю, что это очень хороший вклад в профилактику, потому что наниматель сразу увидит, какие меры надо принять, чтобы исключить производственный травматизм. В числе участников семинара большое количество инженеров по охране труда, представляющих предприятия организации Бреста. Это и отрасль экономики, здравоохранения, образования, промышленности и многих других. Кроме того, присутствовали и представители контролирующих надзорных органов, потому как одна из главных тем семинара касалась изменений, внесенных в закон Республики Беларусь об охране труда. У нас вступили изменения в закон об охране труда 28 июня 2020 года, мы это все знаем, мы сейчас отслеживаем, как притворены все требования, постановления Министерства труда и Союза защиты Республики Беларусь, законов, указов, постановления Совета министров Республики Беларусь и так далее по охране труда. Как они притворяются, потому что очень много изменений, новшеств, инженеры по охране труда еще до конца где-то не изучили, где-то недопонимают, как правильно применять на практике эти вопросы. Поэтому мы все время этим делом занимаемся. Брестское областное объединение профсоюзов по итогам 2020 года заняло одно из лидирующих мест по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Но это не повод расслабляться. Работы в этом направлении будут только усовершенствоваться. Ирина Левчук, Эдар Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.